Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 апреля. И вот вчера, когда я снимала в огороде видеоролик на тему, что можно посеять в апреле, я упоминала про огурцы. Это наступает такое время, сейчас будет вторая половина апреля, когда уже не для раннего урожая, который мы штучно замачивали, для получения супер раннего урожая, а уже когда пора выращивать рассаду массовую для выращивания в теплицах. То есть, ну тут я сейчас буду вам подробнее по срокам, потому что сроки у всех могут быть разные, как и разный возраст рассады. Я вам расскажу о некоторых нюансах, особенно для новичков, кто только-только хочет попробовать выращивать огурцы через рассаду. Это очень важно, когда начать замачивать семена, когда начинать посевы, что ожидать от ранних вот таких посевов, чтобы вы ожидали и чтобы вы лишние хлопоты себе не придумали. Сначала сейчас скажу о сроках, потом еще раз о сортах. Вот смотрите, вот это у меня огурцы, которые взошли 30 марта, то есть им неделька с чем-то, полторы, ну 10 дней. И при одном и том же посеве у меня одни зашли, вот зазуля взошел очень быстро, рано. Какие-то, каким-то не 10 дней, а дней 8 зашли попозже. Вот видать, семечки были послабее. Но вот это тот самый минимальный посев, который я выращиваю очень-очень рано, с которым немного хлопот, вот сейчас они вырастут. Вот, я их должна продержать в рассаде примерно полтора месяца. Они сейчас вырастут, заполнят корнями весь стаканчик, я их буду пересаживать. Это те огурцы. Вот таким способом, как я говорила, занимаются не все, а только вот такие очумелые огородники, у которых очень много времени, у которых есть желание возиться. Но это было рано. Это мы замачивала в марте, и вот сейчас в апреле они уже вот с таким, кто-то с одним листом, кто-то с одним, кто-то с двумя. А вы сейчас будете выращивать уже массово, нужно замачивать, для теплицы. Например, если у вас полностью теплицу вы будете засаживать одну, смотрите, тут главное не промахнуться со сроками. Как сроки определить? Сначала вы решите, до какого состояния вы будете выращивать рассаду, потому что вы понимаете, можно высадить вот такую вот рассаду с двумя листиками, но можно высадить и вот такую рассаду с одним листиком. Это уже будет ускорение процесса, то есть вы получите урожай раньше примерно дней на 10. Но можно высадить рассаду еще более взрослую, некоторые месячную рассаду, ну как высаживают в грунт, у которой уже 5 листиков, у которой уже вот эти цветочные кисточки появляются. Конечно, больше месяца мало кто выращивает рассаду, дальше она начинает уже усыпускать, цепляться, она будет между собой перекрещиваться вот эти, но месячную рассаду выращивают почти все. Так вот задумайтесь, если вы, например, будете высаживать свои огурцы в теплицу в конце мая, пусть 20 мая, значит 20 апреля у вас должны огурцы уже взойти. Тогда вы получите здоровую, взрослую, крепкую месячную рассаду, которую высадите земляным комом, она обычно не болеет, если не повреждаемая корневую систему, и она здесь же начинает почти сразу цвести и сразу плодоносить. У многих в конце мая уже есть в теплицах огурцы, но это для тех, кто 20 мая. Но есть люди, которые могут высадить и числа 10-15 мая, значит им нужно уже сейчас, вот сегодня, завтра, начинать выращивать рассаду. Это если месячная рассада. Но если вы в эти же сроки, например, 20 мая будете высаживать, но вам достаточно и вот такой маленькой рассады, одна листки, вот с одним листом, значит вы уже будете начинать сеять на рассаду не в апреле, а прям непосредственно в мае. Вы в начале мая замочите, через несколько дней они взойдут, и к 20 мая у вас как раз будет вот такой вот небольшой сеянец. Это очень важно. Готовы ли вы выращивать целый месяц огурцы или нет. Если вам эти хлопоты кажутся лишними, потому что им тоже, вот сейчас на окнах не всегда светло, у нас бывают пасмурные дни, им тоже нужна подсветка, они еще более требовательны, они еще более капризны к понижению температур, чем томаты. Вырастить здоровую крепкую рассаду еще сложнее, иногда бывает, смотря какие погодные условия, когда нет долго солнца, когда нет дополнительной лампы, то месячную рассаду вырастить сложно, она начинает вытягиваться, слабеть. Огурец он вообще склонен к вытягиванию, даже когда рассада хорошая, вот, казалось бы, хороший здоровый огурчик, но видно, что у него вот эта часть, она слишком длинная. Но я никогда меня это не смущает, потому что сейчас вот как только корни заполнят этот стаканчик, я буду делать перевалку в 500-граммовый, и я вот так по семидоле буду их заглублять. Он тоже прекрасно образует вот эти корешки на стволиках, это все исправится. Но с этим нужно возиться, и вы подумайте, или вам достаточно высадить на рассаду, посеять за полмесяца до высадки, и смотря когда у вас высадка. Все, я надеюсь, я доступно объяснила, что единой даты посева у всех не может быть. У всех разные условия в теплицах. Кто-то подогревает, кто-то в теплице делает теплые грядки, кто-то на эти теплые грядки еще пленки с дугами, тогда им уже пора давно выращивать рассаду, и скорее всего они уже выращивают ее. Кто-то просто выйдет в традиционный срок без всяких подогревов, безо всего в конце мая, и посадит вот такой вот небольшой огурец, значит в апреле ему еще сеять не нужно. Все, поняли, это зависит от вашего желания, от ваших условий. Теперь сорта. Хотя я говорила об этом много-много раз, еще раз напомню, вот сейчас, когда был первый посев, это были обязательно гибриды, обязательно самоопыляющиеся и пантернокорпические, то сейчас, если для теплиц, то тоже мы придерживаемся этого же мнения, также выбираем только гибриды. Постарайтесь, чтобы к вам на выращивание в теплицу сейчас не попался вот такой сорт, который без опыления не дает никаких плодов, тогда вы останетесь вообще без огурцов, будут пустоцветы, они будут отваливаться. И среди гибридов, вот я разложила, у меня тоже оказалось половина пчелаопыляемых, вот эти все, хотя они вот хрум-хрум, F1, Ванька-встанька, F1, казалось бы, все хорошенькие, король грядки, F1, но я их все отбраковала, потому что на каждом из них написано. Пчелаопыляемый, так, вот он гибрид, пчелаопыляемый гибрид, ранний, среднеранний пчелаопыляемый гибрид, но так как в это время у меня еще теплица будет закрытая, у нас холодно, мне не нужен пчелаопыляемый гибрид для теплицы, это я буду потом для улицы садить. Вот здесь пчелопыляемый, вот этот тоже скороспелый, но пчелопыляемый, то есть он через 38-40 дней он уже должен будет плодоносить, а у нас в это время еще ни пчел не будет, и двери я не буду открывать, то есть эти вот все я отбраковала. Какие сорта я выращиваю традиционно? Ну, наверное, все знают уже, кто смотрит меня постоянно, у меня я все годы выращивала Настенька, внучок, вот для первого посева, я уже рассказывала, я посеяла Зазулю, это именно традиционный тепличный сорт, у которого большая масса плода, который не старится, у которого семечки вот эти никогда не укрупняются, то есть семенниками он не делается, он вечно молодой. Потом посеяла Настю, но внучка я в этом году у нас в торговой сети не нашла, почему-то, ну, у нас, вероятно, снабжают нас по остаточному принципу. Вот спасибо доброй зрительнице, Зинаиде из Москвы, именно сегодня письмо я ее получила, она мне прислала моего любимого внучка. И я расскажу, как я выбираю, это тоже считается ранний посев, потому что теплица, это все-таки будет ранний урожай, не то, что в открытом грунте. Всегда выбираю вот такие, именно, видите, написано, самоопыляемый, партонокорпический, чтобы при закрытых дверях он мог образовываться. Вы видите, что они немножко похожи, я их очень люблю, эти сорта. Они вот такие вот, пучковые завязи, написано исключительно женского типа цветения, не нуждаются в выпылении, партонокорпик. Вот такие преимущественно сорта нужно выбирать сейчас для ранних посевов, для выращивания в закрытых ранних теплицах. Вот сейчас мне еще одна моя знакомая порекомендовала купить, попробовать кураж огурец. Не знаю, выращивал кто-нибудь из вас или нет, не знаю даже какой фирмы, надо посмотреть. Она тоже говорит, что он урожайный, такой же вот гибрид, можно в закрытых теплицах выращивать. Мне это самое главное. Еще новинка моего сегодня, нынче сезона. Хочу попробовать сибирский многодетный, написано 350 зеленцов с растения, не знаю, тоже самоопыляемый гибрид. Так, ничего сказать пока про него не могу. Вот этот вот, всем известный шоша, мне в прошлом году прислали, у меня не хватило на него в том году места. Хочу испробовать его. Меня очень вот убивает, прям цена 80 рублей, оправдывает ли он эту цену, хочу испытать вот эту вот шошу еще. Что за шоша, я даже выговорить его не могу. Потом Каринна F1, тоже пантернокарпик. Первый раз буду выращивать. Скажу вам тоже свое мнение о нем. И еще какую-то вот взяла красивую такую, даже не знаю, что это за фирма, русский огород, Король рынка. Тоже написано, раннеспелый, партенокарпический, гибрид, всего 40 дней. То есть, если я сейчас их замочу, через 5 дней они взойдут, 15-го, 20-го мая, 20-го, 25-го должен быть вот с этого короля рынка первый огурец. Если он оправдает мое такое ожидание, я вам, конечно, расскажу. Поделюсь, конечно, своими мнениями. Но вот про Настеньку и внучок я даже говорить ничего не хочу, потому что я уже все уши всем прожужжала, вот эти мои самые любимые. Они именно не старятся, они долго, постоянно находятся вот в таком, в небольшом размере, но они не делаются такими, семенников из них не найдешь, потому что я один раз хотела оставить на семена, посмотреть, что будет. Он висел, наверное, полгода, все лето, вот июнь, июль, август, сентябрь в зеленом виде. И он так и не состарился. Ну, гибрид есть гибрид. Они семена, к сожалению, не дают, но зато они вот своей молодостью поражают, длительное плодоношение, все. И хочу все-таки вот этот, как я говорила-то, а, кураж попробовать. Сильно подружка его мне нахваливает. Посмотрим. Все, кто хочет выращивать, получить ранний урожай огурцов в теплице, вот в такой можно даже в необогреваемой, поликарбонатовой, потому что у меня такая есть, я высаживаю, просто прикрываю, потом дуги ставлю, прикрываю пленочками в случае заморозков, то уже сейчас, в средине апреля, во второй половине апреля, пора начинать выращивать рассаду для огурцов. Выращивание рассады приближает получение урожая на целый месяц. Вы представьте только, люди будут в июне кушать, а мы уже в конце мая. Все, до свидания.